МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поджог из-за ревности. В Калининграде снова массово горят авто. Из-за чего еще поджигают машины? От Светлогорска до Пионерска на велосипеде. Между курортными городами построят велодорожку. Шоколадные ванильные с изюмом и цукатами. Как готовится главный символ Святой Пасхи – кулич. Как уместить автобус в карман, знает дежурный по городу Павел Яркович. Стать пилотом теперь может любой калининградец. В Музее Мирового океана появился самолет-амфибия. На календаре пятница, 10 апреля. Здравствуйте, в эфире Первого городского службы новостей город. В студии Вероника Сахачева и главной теме. Сожгли автомобиль из-за ревности. 31-летняя жительница Балтийска таким образом предпочла отомстить бывшему возлюбленному. Как сообщает следствие, нетрезвая девушка разбила стекла автомобиля и подожгла салон Ауди-80. По данным полиции, ущерб составил 24 900 рублей. А девушке с горячим нравом грозит тюремный срок до 5 лет. Но, как выяснилось, это не единственный случай подобной мести. В Калининградской области ежедневно горят десятки машин. В чем причина поджогов и что делать с обгоревшим авто? Расскажем в первом материале выпуска. Идеальное место для романтических уикендов. Здесь все располагает к тому, чтобы влюбленные могли насладиться друг другом. Нестандартный интерьер, удаленность от города, радушный персонал. Однако иногда в свидании участвуют трое. Он, она и отвергнутый любовник. Страсти могут разгореться нешуточной и даже перекинуться на железного коня прекрасного принца, который стоял прямо здесь. Это запись с камеры видеонаблюдения. В ночь с 27 на 28 марта на гостиничной парковке неизвестный мужчина поместил на капот автомобиля БМВ бутылку с зажигательной смесью, а второй поджег ее. Владелец авто в этот момент находился в номере отеля. Пожар он заметил, но к машине подошел лишь за тем, чтобы забрать сумку с документами и вернулся обратно в номер. Вызвал пожарных. Машину потушили. Далее за дело принялись сотрудники полиции, но подозреваемого долго искать не пришлось. Это ранее несудимый 29-летний житель Калининграда. Он официально нетрудоустроен, занимается перевозкой песка. В содеянном мужчина сознался сразу. Приревновал девушку поджог автомобиля. Кому подожжу? Любовнику. Авто, обвиняемый поджог, неспроста. В ту ночь в отеле находилась его девушка, бывшая, с хозяином злополучного БМВ. Поджогом он решил отомстить и новому ухажеру, бывшей возлюбленной, и самой девушке. Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след поджигателя и двух его помощников. Оказывается, таким в прямом смысле горячим способом молодой мужчина решил разрешить ситуацию своего любовного треугольника. Как утверждают работники авторазборки, полторы минуты и кузов джипа сгорает полностью. Пластик вспыхивает мгновенно, затем тлеет обивка салона, кожаные чехлы. Уцелеть могут лишь отдельные запчасти, например, коробка передач. Но внешний вид машины не вернет уже никакой сервис. Если сгорело полностью, то восстанавливать ничего не надо, просто свести металлолом. Если же какая-то, допустим, передняя часть или задняя, то, возможно, как сгорел, возможно что-то сделать. Как гласит статистика, поджог не единственная причина возгорания легкового транспорта. МЧС и уголовный розыск выезжают на автопожары из-за курения в салоне, утечки топлива или попадания масла на разогретый двигатель. Так, в феврале этого года огонь уничтожил на одной стоянке сразу пять автомобилей. Водитель может вызвать пламя по неосторожности, работая с электросваркой или обогревая замерзший двигатель открытым огнем. Перевозка в багажнике канистры с бензином также заносит автомобиль в группу риска. Считается, что огонь уничтожает все следы, но в действительности определить, поджог это или иная причина возгорания, для экспертов не так уж сложно. Причины бывают разные. Как от банальной мести, экономические взаимоотношения, любовный треугольник, какие-то долговые обязательства, хулиганство. В 90% случаев хозяева авто знают вредители лично. Это облегчает работу следственных органов. По сравнению с первым кварталом 2014 года количество поджогов снизилось, а раскрываемость, напротив, увеличилась на 10%, сообщают в ОМВД. Для расследования автомобильных поджогов создана спецгруппа. О случившемся на парковке близ отеля теперь напоминают лишь обгоревшие елки, а отвергнутый юноша будет держать ответ перед законом. Ему грозит провести пять лет в местах лишения свободы. Антонина Слатвинская, Михаил Эльбаум, служба новостей город. И к другим темам. В Калининграде может исчезнуть один из музеев. Научно-исследовательское судно Виктор Пацаев может сменить порт и отправиться на стоянку в Санкт-Петербург. В Музее Мирового океана состоялось заседание комиссии по морскому наследию страны. Вопрос о судьбе известного корабля решался на уровне Министерства культуры России. В августе истекает контракт на использование судна для приема данных с МКС. После этого функции Пацаева планируется передать наземному измерительному центру. Поэтому Роскосмос может отказаться от его финансирования. А у Музея Мирового океана попросту не хватит средств на содержание и переоборудование судна. Будущее корабля сейчас решается на федеральном уровне. Здесь действительно надо предварительно решить вопрос юридического характера. Это сейчас главное. После этого вопрос финансирования может быть тоже решен. Пока мы не установили принадлежность той или иной организации, тому или иному музею, нам дальше двигаться очень сложно. В любом случае до конца августа судно-музей будет доступно для посещения. В музее надеются, что до этого срока источник финансирования все-таки найдется. И Пацаев останется в Калининграде. До свидания.